В сентябре прошла первая осенняя презентация Apple в этом году. Впереди еще октябрь, и мы с вами ждем вторую презентацию яблочного гиганта. Да, она будет не такой грандиозной, но именно на ней могут показать самые доступные iPad 11-го поколения. Ведь время обновляться уже пришло. iPad 10-го поколения показали в 2020 году, и мы с вами ждем новинку. Что еще покажут на октябрьской презентации? Когда она пройдет и чего мы с вами ждем от Apple? Сегодня обсудим, но перед началом рекомендую подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Ну и главное, телеграм-канал в описании, там регулярные новости, прям самая актуалочка, подписка обязательно. Всем привет, вы на канале Копипаста у микрофона Антон, поехали! Портал MacRumors опубликовал интересную статью, который раскрывает и рассказывает ключевые подробности о планшете iPad 11-го поколения. Планшет предшествующего поколения показали в 2022 году, и его чип Apple A14 уже кажется немного устаревшим, ну, самую малость. А значит, пришло время обновляться. Новый, самый доступный планшет от Apple внешне не будет отличаться от своего предшественника. Это всё тот же 10,9-дюймовый IPS-дисплей, Touch ID в кнопке включения, разъём USB Type-C для зарядки и передачи данных, а также поддержка Apple Pencil. И снова ожидаем, что планшет получит новые цвета. Хотя мне кажется, что именно для планшета цвет максимально не имеет значения, ведь их носят в чехлах. Всё обновление будет внутри. Как сообщает портал, новинка получит чип Apple A16. Такой процессор установлен в iPhone 15, а следовательно, такого запаса производительности хватит на несколько лет, причём как простых задач, так и для игр и чего-то тяжелее. А вот объём оперативной памяти не изменится, те же 4 гигабайта. А это значит, что Apple Intelligence и все самые новые фишки, связанные с искусственным интеллектом, на новинке работать не будут. Что, собственно говоря, и неудивительно, учитывая цену планшета. Новинка получит поддержку Wi-Fi 6E. Инсайдер ожидает, что цена останется неизменной. За базовый iPad 11-го поколения придётся выложить от 349 долларов. А вот объём встроенной памяти может вырасти с актуальных 64 до 128 гигабайт. Однако эта информация не подтверждена. Планшет, как и все базовые планшеты Apple, предложит приятную цену, хорошие характеристики, а главное – операционную систему iPadOS. Ведь планшеты Apple – это в первую очередь про систему и приложение. Огромное количество профессиональных и адаптированных приложений. Чем Android-планшеты похвастаться, увы, не могут. Когда покажут новинку, презентация под данным Марка Гурумана из Bloomberg пройдёт уже в этом месяце. Помимо бюджетного iPad 11, нам также могут показать iPad mini 7-го поколения и новые компьютеры Mac на базе чипов Apple M4. К слову, в нашем Телеграм-канале мы опубликовали фотографии коробки MacBook Pro с чипом M4. Так что в Телеграме новости выходят ещё быстрее. Что делать, вы, я думаю, и так прекрасно знаете. А если не знаете – подписываться. А ждёте ли вы iPad 11-го поколения? Как по мне, это самый оптимальный планшет для покупки. Особенно, если вы используете его для мультимедиа, просмотра ютубчика и фильмов. Ваши мысли по этому поводу мы, как и всегда, ждём в комментариях к видео. Все комментарии мы обязательно читаем, а на самые интересные с радостью отвечаем. Ну и самое главное, что вы можете сделать – это подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. И про Телеграм-канал тоже не забывайте. Нас там почти одна тысяча, за что каждому из вас я безумно благодарен. Вы были на канале Копипаста у микрофона Антон. До связи и хорошего дня.